Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, является ли проблемой, когда пользователи возвращаются с вашего сайта обратно на выдачу поисковой системы. Итак, довольно типичная ситуация, когда пользователь прокликивает результаты выдачи по запросу в поисках лучшего ответа на этот запрос, чтобы удовлетворить свой интерес, либо коммерческий, либо информационный. И он заходит на один сайт, возвращается на выдачу, на второй возвращается на выдачу, и на каком-то сайте он таки находит тот, условно, идеальный ответ на свой запрос, либо в совокупности, прокликая все остальное, он сформировал мнение, он дальше не хочет ходить, и он с последнего сайта просто закрывает и его, и выдачу, и больше не возвращается на поисковик, то есть не производит там какие-то действия. И вот для последнего сайта, с точки зрения поведенческих факторов, это будет плюс, то есть, ну, соответственно, если таких пользователей много, то будет плюс в ранжировании, то есть такой сайт, если пользователи, много пользователей остановились именно на нем и не пошли дальше, он будет получать некоторые приоритеты, будет повышаться в поиске. Соответственно, сайты, которые обратную динамику показывают, то есть большинство пользователей с них быстро уходят, ну, либо не быстро, а просто возвращаются обратно на выдачу и кликают дальше, то для них это будет проблема, и они будут снижаться. Таким образом, если ваш сайт находится на первом месте, и большинство пользователей остаются на нем, то есть они кликнули, набрали запрос, кликнули по нему и на сайте остались, то ему, в общем, по этому фактору ничего не угрожает, и он будет, скорее всего, на первом месте оставаться. Если же ситуация обратная, и пользователи, большинство пользователей уходят с него и кликают дальше, то для вашего сайта это может стать проблемой, то есть если все остальные факторы недостаточно сильны, то поведенческие факторы будут тащить его вниз за счет того, что возвратов на выдачу довольно много. И в этом смысле нужно над этим работать, нужно смотреть, какие ответы дают конкуренты, что хочет пользователь, который запрашивает этот запрос, и стараться подстроиться под это и сделать контент этой страницы максимально отвечающий на этот запрос, и максимально точно, максимально четко и максимально развернуто, чтобы у него больше не осталось вопросов у пользователя, и он не захотел идти дальше. И, соответственно, если вы там на десятом месте, и вам нужно пройти вверх, делайте то же самое, тоже делайте идеальную страницу с точки зрения пользователя, чтобы пользователь прям очень хотел у вас именно остаться и не вернуться дальше на выдачу и дальше не искать. И тогда значительная часть пользователей, которые будут доходить таки до вас и кликая по вам оставаться на вашем сайте и не идти дальше, то вы будете получать хорошие поведенческие, будете расти, расти, расти в поиске, пока не дойдете либо до первого места, либо до тех мест, где примерно такого же качества стоят ресурсы, либо у которых поведенческие примерно такие же, либо которые по совокупности всех факторов примерно с вами равны. В любом случае нет смысла этим не заниматься, поэтому анализируйте поведение ваших пользователей, смотрите, чтобы ваша страница была самым лучшим ответом на запрос пользователя. На этом у меня все, остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока!